Рахмет Бутагойс, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Тема сегодняшней пресс-конференции – проведение воинских сборов с военнообязанными в Казахстане. Казахстан Республика, президент Жанда, гурталых коммуникаций, ах парад тагаланг на кошке линг-зербанга, баспасос масляхатнынг тахрыба. Казахстанда әскери міндеттілермен әскери жиын өткізу. Ал аңымыздың құрметі спекерлермен таңыз болыңыздар. Жүсіпі сәкен Саутпайлы, Казахстан Республикасы, қарылы күштер баш штабы бастығының орынбасары, генерал майор, Руслан Жанголин, Казахстан Республикасы, қорғаныс министерлігінің ресми өкілі. Алғашқы сөз кезегі сәкемірді өзіңізге беріледі. Қайрыл күн, құрметті отандастар. Қарылы күштерді дайындау жоспарына сәйкес, әскери міндеттілермен кезекті әскери жиын өткізу жоспарыланып отыр. Оны өткізудің негізгі мақсаты бейбіт уақытта қысқартылған құрамдауысталатын әскери бөлімдердің жауынгерлік және жұмылдыру әзірлігін артыру. Жұмылдыру кезінде әскерді өрістеті үшін әскери оқытылған ресурс дайырлау, оларды запаста ұстау. Воинский изборы проводится на ежегодной аснове, продолжительности до 30 дней. В прошлом году на воинские сборы привлекались порядка полутора тысяч человек. В 2024 году количество призываемых на воинские сборы увеличено до трех тысяч человек. Увеличение количества призываемых на воинские сборы связано с необходимостью накопления военно-обученного резерва путем их подготовки по востребованным военно-учетным специальностям. Прохождение воинских сборов позволяет военно-обязынық ранее имевшесе навыки по специальностям. Оларды жиын өткізілетін жерге жеткізу. Поведение сборов планируется на учебных полигонах с размещением военно обязанных в полевых лагерях. Граждане, призванные на воинские сборы, обеспечиваются вещевым имуществом, питанием и медицинским обслуживанием наравне с действующими военнослужащими. На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются места работы, занимаемая должность, им выплачивается их средняя заработная плата, а неработающим минимальная заработная плата за счет государства. Сонымен қатар, жиынға шақырылған әскери міндеттілер жиын кезінде әскери қызметші дәрежесінде болады. Бұл ретте олар Қазақстан Республикасы зандарының және жалпы әскери жарғының талаптарын сақтауға тиіс. Құрметті азаматтар, әскери жиыннан өту барысында сіздер әскери өқу жаттуғыларға қатысып, қару қолдану, әр түрлі әскери техниканы басқару дағдысын, одан әрі жетілдере аласыздар. Назарларыңға рахмет. Құрметті Қарптістерді, бұл ретте ұжақ ұлыпы ғының әтійміз. Закон КИЗЭТ отправили свои вопросы, разрешите зачитать. Ранее студентам вузов службу в армии заменяла учеба на военной кафедре. Им сразу присваивали военный билет. Но условия изменили, и теперь не совсем ясно, как и кто будет служить даже после прохождения обучения на военной кафедре. Можно узнать детали. И студенты каких специальностей подлежат призыву, несмотря на то, что прошли военную кафедру? Есть ли в целом целесообразность обучаться на военной кафедре? Спасибо за вопрос. В нашей стране порядка более 30 высших учебных заведений, которые имеют в своем составе военные кафедры. И в соответствии с государственными обязательными стандартами образования эти вузы имеют право готовить офицеров на этих кафедрах. Граждан, которые по завершению обучения присваиваются им первичное воинское звание. Что касается целесообразности обучения. Это один из методов накопления и подготовки военно обученного резерва. Как я уже выше докладывал, граждане, которые состоят на учете и являются военно обязанными, для рядового сержантского состава есть предельный возраст до 50 лет, для офицерского состава до 60 лет. В соответствии со статьей 32 закона о воинской службе и статусе военнослужащего, граждане, закончившие успешно военные кафедры, получившие воинские звания, могут призываться на два года вооруженные силы, другие войска, воинские формирования. Нужно здесь отметить, что многие после этого связывают жизнь с военной службой. Это практика не только в нашей стране, но и в других странах, развитых в военном отношении. Цель одна — это накопление военно обученного резерва. Благодарю за ответ. Атомикем Бизнес, Ержан Утипкалиев с нами на прямой связи. Ержан, добрый день. Ваши вопросы? Добрый день. Первый вопрос. Достаточно ли сейчас призывников? Много ли отказываются от воинской службы? Это первое. Второй вопрос — какие основные причины отклонения от воинской службы? И изменились ли они с учетом, может быть, последних каких-то тенденций? Спасибо. Ежегодно мы призываем вооруженные силы и другие войска, воинские формирования, более 30 тысяч граждан на срочную воинскую службу. Что касается, если отказники, такие факты имеют место быть. Но в соответствии с нашим законодательством на сегодняшний день военно-граждане, которые после того, как они оповещены местными органами военного управления, получили повестку, не прибывают на призывные пункты, на них налагается штраф. Что касается, кто хочет служить, кто не хочет служить. Ну, это обязанность, защита своей Родины, конституционный долг. Поэтому с такой категорией мы проводим работу, разъяснительную. Объясняем, разъясняем традиции нашего народа, воинские традиции. На сегодняшний день ряд привилегий для тех, кто проходит срочную службу. Это образовательные гранты, это и кредитные каникулы, другие вопросы. То есть все равно с каждым годом сознание наших граждан, молодых ребят, оно повышается. То есть они понимают, что Родину надо защищать. Ержан, есть ли у вас еще вопросы? Да, у меня дополнение. Можно здесь уточнить размер штрафа. Меняется ли он, изменился ли он за последний год? Если в МРП считают, то вот насколько, как? И скажите, вы вот не отметили, что какие основные причины отклонения от воинской службы? Есть, может быть, какая-нибудь статистика у вас? Налагается штраф. Конечно, мы стараемся не прибегать таким мерам. Пять МРП. Пять месячных расчетных показателей. Основные причины, прежде всего, это, конечно, тоска по дому, так называемая. Сейчас дети, молодые люди, немного, наверное, по-другому. Все ведь в семье кроется. Воспитание их опекает и так далее, и так далее. Мы на постоянной основе проводим различные мероприятия, такие как анкетирование, к примеру. И даже когда бывают факты, а мы никогда ничего не скрываем, когда солдаты срочной службы самовольно оставляют часть, то, естественно, мы находим, разыскиваем. И в своих объяснениях они пишут. Тоска по дому, соскучился по близким, маме, отцу и так далее. Это основная причина. Бывают причины, что иногда в средствах массовой информации проходят негативные факты. Возможно, они имели место быть, но по-другому было сказано, показано. Зачастую нас обвиняют в том, что в вооруженных силах есть дедовщина и так далее. Но мы всегда разъясняем, у нас призыв, весенний призыв, осенний призыв. У нас солдаты срочной службы отдельно проживают. Это уже давно установлено. Если есть спальное помещение, там только солдаты одного призыва. Никогда мы их не смешиваем. Ну и потом нужно отходить от такого слова, как дедовщина. Сейчас молодые люди образованы, все условия им создаются. Вы знаете, что разрешаются переговоры с родственниками по мобильным телефонам. Даже устраиваются видеоконференции с родственниками. Они на постоянном контроле. У нас для этого есть структура, как военная полиция. Другие органы правоохранительные, которые проверяют их питание, обеспечение, проживание и так далее. То есть многие вещи уже давно решены. Но вот основная причина, я уже озвучил. Ержан, ваш второй вопрос. Я вот тут, как раз вы говорили, 30 тысяч ежегодно у вас призывников получается. Более 30 тысяч. А отказников сколько получается приблизительно? Ну отказников у нас единицы. Можно даже не переводить процент. Это единицы. Даже одного процента нет получается. Не расслышал. Элементарно. Даже одного процента не будет, говорю. Одного процента реально не будет. Спасибо большое. Вопросы закончились. Спасибо. Благодарю, Ержан. Олос Медиа, Сем Гумарова с нами на прямой связи. Сем, добрый день. Ваши вопросы? Добрый день. Мы уже не первый год говорим о проблеме насилия в армии. К сожалению, такие случаи продолжают выявляться. Хотелось бы уточнить про ситуацию с солдатом в Атаре, который впал в кому. Если вы помните, Тухаев поручил взять на контроль это дело. Родители парня говорили, что он подвергся физическому насилию со стороны сержанта. Можете, пожалуйста, прокомментировать, задержан ли этот сержант. Сейчас привлекся он к допросу. И вообще, какие были действия, сделанные после этого случая? Да, пожалуйста. По данному случаю, значит, сейчас военнослужащие, срочная служба у нас находится в военно-клиническом госпитале в городе Алматы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Военные врачи, а также другие специалисты ежедневно его обследуют, а также проводят все лечебные мероприятия. На сегодняшний день, можно сказать, его состояние стабильное, тяжелое, но есть улучшение в сторону. В отношении военнослужащего, который применил, так сказать, превышение власти, на сегодняшний день военно-следственными органами проводятся следственные мероприятия. Иная информация у интересов следствия не разголшается. Вы можете подтвердить, что это был сержант? Не понял. Вы можете подтвердить, что это был сержант? Да, это я говорю, военнослужащий по контракту, в отношении которого сегодня применяются следственные мероприятия с следственными органами. Все, спасибо. И второй вопрос, тоже продолжая тему насилия. Как вы знаете, этот случай не единственный. Матери военнослужащих регулярно делают обращения в соцсетях, либо выходят на пресс-конференции и просят о помощи, потому что кто-то погибает, кто-то заканчивает жизнь самоубийством. Есть ли у вас статистика, сколько человек погибло в армии в этом году и пострадало? И можете ли вы назвать нашу армию безопасной для молодых людей на этом фоне? Потому что вы же понимаете, что нынешняя ситуация демотивирует молодежь и силу службу. По статистике у нас сейчас данных нет. Вы можете отдельно письменным запросом обратиться. То, что касается безопасности, конечно же, все меры безопасности в отношении войнослужащих срочной службы, которая призывается в ряды вооруженных сил, других войск, воинских формирований, командованием, командирами и всеми другими должностными лицами, соответственно, все меры принимаются. На сегодняшний день мы говорим, у нас во всех воинских частях имеются камеры видеонаблюдения. Есть в воинских подразделениях, есть командиры, есть заместители по воспитательной работе, есть общественные советы, есть у нас комитет солдатских матерей, которые на постоянной основе взаимодействуют нашими воинскими частями и в любой момент могут прийти и проверить все условия прохождения службы нашими солдатами. Асим, есть ли у вас уточняющие вопросы? Нет, спасибо. Благодарю. Ротель Кизет, Ольга Воронько. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, произошли ли какие-нибудь изменения в нашей армии после январских событий 22-го года и после 24 февраля 22-го года? Были какие-то, может быть, выводы сделаны и что-то пересмотрено? Что-то изменилось? Спасибо за вопрос. Конечно, после Хантара, можно сказать, все изменилось. И не только в вооруженных силах. В вооруженных силах есть структуры, которые на постоянной основе изучают мировой опыт, опыт ведения вооруженной борьбы, вооруженных конфликтов. Если говорить о вооруженных силах, то, конечно, были некоторые изменения в программах подготовки, потому что вооруженные силы применяются по... Есть планы применения, есть планы привлечения, где мы участвуем. Поэтому, да, изменения, определенные изменения произошли. Сейчас я вам не могу конкретно сказать, потому что все-таки это закрытая информация. Потому что это касается и организационно-штатных мероприятий, это касается и определения приоритета в оперативной боевой подготовке, ну и другие вопросы. Насколько боеспособна оказалась наша армия, ну вот если там, допустим, по каким-то эпизодам судить, и вот мы выстоим, если на нас кто-нибудь условный противник нападет, как на одну из соседних стран? И сколько дней мы продержимся? Есть такие вот предположения? Изначально, в начале пути создания вооруженных сил была задача создать компактные, мобильные вооруженные силы. С учетом нашего геостратегического положения, территории, то есть географии. Вы знаете, что у нас доктрина носит оборонительный характер, задачи вооруженных сил оборонительные. Но тем не менее, постоянная оперативная боевая подготовка, развитие вопросов переоснащения вооруженных сил, эта работа ведется постоянно. Что касается вашего вопроса касательно, сколько мы продержимся, это зависит конкретно от определенной обстановки. Поэтому сейчас об этом говорить, я думаю, пока... Но мы хотя бы готовы вести войну не человеческими ресурсами, а там уже где-то техникой. Вооруженные силы в постоянной боевой готовности. Нет, я имею в виду, что тут у нас переоснащение идет, вот как, ну вот уже по стопам Украины, что это не пехота, не артиллерия, а это где-то там дроны. Я вопрос понял, мы ни по чьим стопам не идем, у нас есть ряд планов, концепций развития вооруженных сил. Я еще раз повторяю, мы учитываем весь опыт конфликтов, которые происходят в наших приграничных государствах. И естественно, и это не зависит, где что происходит, это развитие технологии. Развитие технологии. То есть в том числе была задача создать технологические вооруженные силы, развитые в этом отношении. Поэтому наличие беспилотных, допустим, летательных систем, ну для этого не надо на кого-то смотреть. Это уже как бы веление современности. То есть современные вооруженные конфликты без этого не могут быть. Включая даже, мы идем уже к тому, что возможно будет и искусственный интеллект. Поэтому средства поражения, средства обороны, они совершенствуются. И мы, конечно, за этим смотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Алигер, аскерге шақыруға барлық талап тарабоиста сай келсет, тейсет түрді аскерге шақырлады. Рахмет, азаттық рухынан келген екінші сұрак. Голан жоталарына кеткен Қазақстандық битымгерлердің жағдайы қалай. Голан жоталарында енді өздерің жақсы білесіздер. Бізде бұйлғы жылы Науырзайы кезінде 139 аскери қызмешіміз Голан жоталарына битымгерлік миссияларын атқаруға аттанған болатын. Бүнгі таңдамынеке түрт айға жоқ уақыт болды. Қазір кезде қалыптары бір қалыпты. Әскери қызметшілеріміз Голан жоталарында күнділікті өз міндеттерін жоспарға сай орындап жатыр. Тейісті түрді олар жаңағы қол башылық тарапынан сожақтадығы жоталардағы жаңа барлық қызмет атқаруға лайқталған барлық керек жарақтылармен қамтамасы етілген. Бүнгі гүні әскери қызметшілерімен біз ұдғайы байланыстамыз, және де олармен өткелей байланысты орынатып отырамызар вақытта. Рақмет, құрмет әріптестер, қосымша сұрақтарыңыз болса? Хабар теляр насы? Хабар арнасалуа Махамбет, әскер ғатарына шағырылған жастыра қандай женіліктер қарастырылған? Мен кішкен кешіп келінді, сұтықтан естіне қалымы күнді. Көп рақмет, бізден бұл туралы үнімі қабардар етіп отырамыз. Сіздер жақсы, егер білетін болсаңыздар, біз 2022 жылдан бастап қорғаныз министерлігі еліміздің 70-тен аса жоғаруы қорындарымен мемораның бақ қол қойған болатын. Соның аясында біз жыл сайын үш мұнға тарта әскери бұрышын атағын өтеген азаматтарға жоғарғы өқу орны есебінен ғранты беріп келеміз. Яғни, олар әскери бұрышын өтеген екі жыл көлемді осы ғранты пайдалана алады. Бұдан бөлік жаңаға бұл жерде бір ескері өрек ұлттық бұрынғай тестілуді тапсырмай азамат өқу ғатсыуды. Бұл жерде бізде ең біріншіға кезекте нені ескереміз? Сарбаздар әскери міндетін өтеу барысында бізде түрлі жауынгерлік дайындық бағдарламаларын өтуді. Жәнде оның біз әріне тәртібіне құраймыз. Осылайша, бізде цифрлық платформа жасақталған Арнаис Рошник екіден өлдеген сол платформада оның түгілді жинаған жыл бойына балдары реттелі бұтырады. Сәйкесінде жыл соңында ең үздіға таңған ұшмыңына тегін ұқуға бірледі. Ал қалғандарына ақылы түрде түсігі болады, тағы да ұлттық бұрық әтесілеуді тапсырмайап. Жәнеде бұйыл бірінәрсе мемлекет башшымыз жоғырдағана екі бірдейзанға қол қойған болатын, түйісті түрді, яғни бұйылдан баста біз оларға мемлекеттік грант беретін боладыға мүмкінді қалдық. Яғни түлік түргі берілетіндей, енді түйісті түрді олар жаңағы грант пенбірге стипенде және жатақанамен де қамтамасы етілетін болады. Тағы бір занғы өзгөріс бұл жаңаға кредиттік демалыстедік. Бұған дейін біз енді қаржынарығын реттеу агенттіңмен бірлесе отыр бұл мәселені шешіп келетін болсақ, қазіргізді түйісті заңға қол қойылды. Ол автоматты түрді, яғни әскер қатарына келген азаматтарға автоматты түрді кредиттік каникулы беріледі. Бір жыл және екай көлемінді. Бұл енді біздің қараңызы, біз мәлеметіміз бойынша біз бұлтыр үш мұңға тарты азаматқа бердік. Бұл ел мені тағы да бір жарымыңға бердік. Көктіңгі әскерге шақыруын оқаны және көзгі әскерге шақыруын оқаны бойынша біз бөліп отырамыз. Қазіргі уақыттам ұсы ғранд бойынша 600 дүн тарда азаматымыз оқып жатыр еліміздің түкпір-түкпірінде оғы жоғары оқы орынларында бір айта кетерілігі қазір бізде түпті жоғары оқы орын тараптарынан да жақсы баға бербатыр өйткені әскерден кейін келген азаматтардың білім үлгірімі жаңа да тиісті үлгісі тәртібі барлығы жақсы Қаламызы деген сондағы пікірлер алып жатырмыз 600 и 600 ден артае оқып жатырға грамот бөлігі әбел үлді үл ған қанша болуы мүмкін алып белісіз ба үл жағары біз өлдік солан кезі түзгі тағы да бір жарымын бөлеміз енде олар айтып тұрғанымында екі жыл көлемінде қолдан алақ басы үлгің үлгіға түсі мүмкінді үлгіңіз Что касается implementing оборудование, каких измен точек? Продолжение следует... Продолжение следует...